Моя ненаглядная девочка. 105 серия. Врум! Камила, поэтому я отдал этого человека в его руки. Почему ты надо мной издеваешься? Нет, Камила, мы с Эстебаном видели, как слепой сел в самолет. Как же хочется застрелить тебя, покончить с тобой. Хорошо, убей меня. Я говорю правду. Если хочешь, сама все выясни. Спроси Эстебана. Моя ненаглядная девочка. Перевод Виги Девина. При финансовой поддержке Ланчик 74. Озвучка Мария. 105 серия. Как мило. Папа беспокоится за тебя, а ты гуляешь. Не злись, папа. Папа Андрея отвез нас в парк. Мы там повеселились. Мы покатались на всех аттракционах. Правда, Андрея? Да, папа всегда меня туда водит. Но мне никогда еще не было так весело. Как вижу, этот сеньор просто чудо. Скажем, я люблю, чтобы людям, которых я люблю, было хорошо. Черт. Дети, хватит, успокойтесь. Я отведу их в комнату. Успокойся, Себастьян, ты упадешь. Как вижу, ты очень рада нанесенному Камиле удару. Уже давно у меня не было такого хорошего дня, но не думай, что это связано с Камилой. Война только начинается. Как вижу, ты уверена в себе. Я очень уверена в себе. Ты так за нее беспокоишься. Но я рада, что еще есть люди, которым можно доверять, на которых можно рассчитывать. Спасибо, Мария Делалус. Ты тварь, Луис Альфредо. Ты зазнался. Тебе увеличили зарплату, и ты возомнил себя важной птицей. Пойми, здесь хозяйка я. Я не только твоя хозяйка, но и этого стула, этого стола. Всего тут. Ты должен был говорить лишь со мной, твоей начальницей. Ты права, Камила. Я попался, как дурак. Проклятие. Минутку, что с тобой? Только я могу беситься и кричать, проглоти свою ярость и выпусти подальше от моего офиса. И еще, Луис Альфредо. Если ты снова соврешь, берегись. Не вздумай меня обманывать. Или я тебя отправлю прямиком в ад. Пум. Говори же, где ты чувствуешь? Здесь? Здесь я почувствовал легкое тепло, но не знаю точно где. Альхандро, мы должны поехать в клинику и сейчас же поговорить с врачом. Исабель, он сказал, что это нормально после операции, так и должно быть. Подожди, да, он так сказал, но не говорил, что будет так быстро. Тебя только что прооперировали, любимая. Да, Исабель, но никаких но. Мы сейчас же едем в клинику, мы должны поговорить с врачом. Любимая, нужно спросить его, как еще можно ускорить процесс реабилитации, упражнениями, терапией. Любимая, едем. Хорошо, ты права, я очень хочу снова ходить. Едем. Нужно тебя одеть. Эстебан был запретной любовью, самым большой в моей жизни. Но он оставил мне замечательный подарок. Себастьяна. У меня тоже все было не просто с Натальей. Твоей женой? Она была всем для меня, подругой, женой. Когда она умерла, я решила, что уже никогда так не полюблю. Но у нас всех есть право попытаться снова. Не думаешь? Я в домике. Обманщица. Мы договорились, что домик – это входная дверь, но ты видела, что я тебя догоняю и сказала, я в домике. Что это, Себастьян? Какой ты негалантный. Разве мужчины не сильный пол? И что, мама, мы самые сильные на свете. Дружище, я тебе кое-что скажу. Она всегда выигрывает. Если не хочешь проблем, никогда не перечь женщине. Не знаю, о чем вы так шепчетесь, но я бы послушала Диего. Уже поздно. А этой сеньорите еще делать уроки, и, думаю, джентльмену тоже. Так что мы пойдем. Было очень приятно, Мария Делалус. Спасибо, что составила компанию. Нет, за тебе спасибо. Камила, где слепой Эстебан? О чем ты? Не притворяйся, Эстебан. Я знаю все. Поздравляю. Ты убедительно врал. Ты все знал с самого начала. А сегодня спросил про слепого, как будто никогда я не видел его. Эстебан, что еще ты скрываешь? Камила. Что это, Эстебан? К чему ты на самом деле от меня хочешь? Так Луис Альфредо сказал тебе правду? Да. Предупреждаю, Эстебан. Не играй с огнем. Ты можешь сгореть. Но мне не нужны предатели. Сядь. Эстебан, послушай меня. Я знал про слепого. Я спас жизнь Хуану Баутисти. Мама, мы отлично провели время. Мне было очень весело. Здорово. Это значит, ты готов сделать все уроки на завтра. Черт, мама, ты все портишь. Все порчу? Себастьян, с каждым днем ты говоришь все хуже. Что это такое? Прости, мама, но я так доволен прогулкой в парке, а ты говоришь про уроки. Ага, уроки. Иди сюда. Ага, ты не думаешь, что математика и другие уроки важны? Конечно, но важнее, чтобы тебе было весело, мама. А сегодня в парке я видел, что тебе очень весело. Я очень рад. Как мило, дорогой. Спасибо, милый. Мне понравилась Андрея. Хоть она и девочка. Иди сюда. А может, она тебе понравилась, потому что она девочка? Что, мама? Нет. Я думаю, ты влюбился. Что? Я мама. Нет, нет, чур меня. Ты пропал. Давай учебник. Вы с Мари Делалуз хотите меня уничтожить? Конечно. Я все поняла. Почему ты так со мной поступил, Истебан? Как я защищал права Хуакина, я защищаю права Хуана Баутиста и всех, кого ты обижаешь. Конечно, вы с Мари Делалуз сговорились. Ты спас слепого, а она спрятала его в доме, который отняла у меня. Пойми же, я хочу убрать весь мусор, что ты оставила в жизни. От грязных сделок твоей фирмы до самых жутких замыслов твоей больной головы. Например, то, что ты хотела сделать Хуаном Баутистой. Я хочу, чтобы ты раскаялась в своих ошибках, Камила. И только будь откровенна и скажи, в чем еще ты должна раскаяться. Камила, скажи, что еще ты сделала, о чем я не знаю. Я чувствую себя уверенно, зная, что ты рядом. Спасибо, что появился в моей жизни. Надеюсь, ты получишь это сообщение скоро. Мой тайный телохранитель. Хотя, думаю, уж не такой и тайный. Эстебан, ты переводишь стрелки. Думаешь, я не понимаю, что ты хочешь, чтобы я тебе сказала, в чем призналась, какую ложь я еще скрыла? Суть не в этом, Камила. Я хочу, чтобы ты облегчила свою совесть. Я с тобой по-настоящему. Если ты не можешь рассказать мне свою правду и принять мою, тогда расстанемся. Так будет лучше. Эстебан, никто никогда так со мной не разговаривал, как настоящий мужчина с женщиной. Если хочешь, чтобы я призналась, я признаюсь. Ты единственный мужчина, что раздел меня настолько. И знаешь что? Я начинаю любить тебя по-настоящему. Изнутри. Любимый. Вот увидите, парни, моя путешественница придет сегодня и вернется ко мне. Как мило, но что-то не верится. Не завидуй. Вы еще увидите. Скоро мы с ней помиримся. Конечно. Эрнан, что с тобой? Ты какой-то странный, молчаливый. Ты не хочешь ему не сказать? Шеф, это так рвется наружу. Если не скажу, задохнусь. Лучше скажу. Старик, крошка соврала тебе. Она беременна. Что? Я пойду, Пимента. Не могу пропустить этот концерт. Хочу увидеть Феде на сцене. Его триумф. Услышать аплодисменты в его адрес. А потом я расскажу ему правду, что у нас будет ребенок. Я знаю, он защитит меня. Вместе мы помешаем случиться чему-то плохому. Повтори, что ты сказал про мою девочку. Без драк. Успокойся, Феде. У нас же концерт. Ты мне друг или нет? Это Лаура тебе наплела? Нет, это не Лаура. Я видел анализ. Где? Дома у Марианы, в ее комнате. Мерзкий гад. Почему ты не сказал мне раньше? Не видишь, как я переживаю? Почему ты не сказал мне? Ты прав. Прости, я промолчал, но я не хотел, чтобы ты устроил скандал. Ты наш брат. Но правда в том, что крошка беременна. Почему ты не сказал мне раньше? Почему она мне соврала? Очень просто. Я уже тебе говорила, ребенок не твой, а сладкого мальчика Кристиана. Спроси его. Так что не пойдешь на концерт? Перестань, Луис Альфредо. Хватит драматизировать. Но я не могу успокоиться после случившегося. Я ненавижу доброту Эстебана, но меня влечет к нему. Но он не может превратить меня в другого человека. Никто не может, Камила. Может, тем более Эстебан Оливарс. Но со многими еще нужно разобраться. Да, с Диас Антони, слепым, дочерью Кристоболя, инвалидом, училкой, ребенком. Когда-нибудь Эстебан Оливарс перестанет мешать мне. Но сегодня... Сегодня черед другого человека. Да, Луис Альфредо, ты понимаешь меня, Луисин. Не так ли? Ты знаешь, что нужно делать? Да. Мама, не переживай, я пошла погулять. Что с Марианной? Я умрот. Беспокойство. А Хуан Карлос, как она могла уйти? Она знает, что в ее положении нельзя. Дорогая, успокойся. Я думаю, ты преувеличиваешь? Конечно, я всегда преувеличиваю. Не даю Мариане жить. Но посмотри, что случилось, потому что я ей доверяла и дала свободу. Любимая, я не буду снова говорить, что ты должна дать дочери свободу, потому что она уже взрослая, ей нужно подумать, побыть одной. Ты знаешь, что это правда, но мне всегда попадает. Но, любимая, хотя бы немного расслабься. Хуан Карлос, как? Я боюсь, что с Марианной что-то случится. Но она же не может сидеть дома в заперти, любимая. К тому же она решила расстаться с Федерико, значит, знает, что да как. Так в чем проблема? Ты прав. Прости, любимый. Я постараюсь успокоиться, не срываться на тебе. В последнее время я плохо к тебе отношусь, да? Ну что ты, любимая, я знаю, что у тебя серьезные проблемы. Я забыла тебя. Сколько не отрицай, я вечно расплачиваюсь за это. Я всегда заканчиваю за это. Я должна поговорить с Федерико. Я скажу ему, что беременна, что не сказала ему раньше из глупости. Он меня любит и поймет, я знаю. Мама, смотри, там Марианна. Смотри, Марианна. Видишь, привет, Марианна. Идем, мама. Начинается. Батьян, подожди. Марианна. Марианна. Что с тобой, спятил? Что ты думал? Что я дурак? Что сможешь играть со мной? Ты ошибся, Эстеба. Да, хватит. Что сделано, то сделано. Что ты будешь делать? Ты заплатишь мне за все пощечины, что мне дала Камина, за унижение, что я пережила, за тебя. Я убью тебя, гад. Почему у нее закрыты глаза? Она умерла? Нет, дорогой, просто без сознания. Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Не стойте столбом. Вызовите врача. Вызовите скорую. Спокойно, Сеньора. Скоро едет. Марианна, ради бога, скажи, что ты в порядке. Марианна, дорогая, очнись. Опусти пистолет, не дури. Я убью тебя, Эстеба. Из-за тебя, Камила, съелась на меня. Ну и с Альфреда, все можно уладить. Как ты это уладишь? Как со слепым? Он жив, а Камила все знает. Уверяю, проблем больше не будет. Я уже поговорил с Камилой. Я тебе не верю, Эстеба. Наверняка ты что-то от нее скрыл. Эстебан? Эстебан? Кто этот человек? Спокойно, бабушка. Иди в комнату. Не так быстро, да, Нита? А ты стой. Отпустите меня. Спокойно. Вы не останетесь здесь со своим внуком-предателем. Приветствуем Лауру. Бенжамина. Эрнана. И Федерика. И Федерико. А они? Хаос. Как вы? Этот концерт посвящается всем брошенным. Знаете, вы правы. Любовь отстой. Музыка все. Мы? Хаос. Это моя группа. Вперед, ребята. Отпусти бабушку. Она тут ни при чем. Не строй из тебя героя, Эстебан. Или застрелю твою бабушку. Пожалуйста, сеньор, не надо. Не беспокойтесь, Данита. Ничего личного. Это наше с вашим внуком дело. Хорошо, Луис Альфредо. Я ошибся. Признаю. Камила чуть не убила меня из-за тебя. Она меня унизила. Так с мужчиной не поступают. Подумал, что с тобой сделает Камила, если убьешь меня. Вспомни, мы с ней скоро поженимся. Мне плевать. Сдохнем. Хорошо, убей меня. Если это сделает тебя счастливым. Сколько раз ты терпел ее унижение. И знаешь, сколько еще придется терпеть. Заткнись. Ты безграничный ей предан. Терпишь все это дерьмо без возражений. Поэтому она доверяет тебе. А не потому, что ценит Луис Альфредо. Заткнись, Луис Альфредо. Луис Альфредо. Луис Альфредо. Подумай же. Почему бы тебе не найти что-то получше в жизни? Лучшее будущее. А что ты предложишь мне? Что-то получше? Может быть. Не думаю. Но ты прав. В двух пунктах. Мне нужно что-то лучшее. Если я убью тебя, Камила не простит меня. И прощай, Луис Альфредо. Прощай, работа. Точно. Отпусти ее. Ты подставил меня. А я вышел из себя. Оставим все как есть. Эстебан, предупреждаю. Не лезь ко мне. Или твоя бабушка умрет. Что за срочность, Маскира? Простите, что я изменил ваши планы, попросив о встрече. Но расследование случившегося на празднике концерна продвинулось. Дайте угадать. Обычные преступники в трудные времена не нашли никакой связи с Камилой Оливарес. Нет, на этот раз нам повезло, инженер. Мы знаем, что это заговор. Скоро мы откажемся от идеи, что это было простое ограбление. Интересно. Продолжайте. Мы получили информацию, которая помогла нам найти укрытие преступников. Сейчас полиция поехала туда. Если мы поймаем их, узнаем, кто спланировал это так называемое ограбление на празднике концерна. Камила. Всегда Камила. Эта женщина, наше проклятие. Держи, бабушка. Выпей таблетку и успокойся. Все закончилось. Эстеба, ты должен расстаться с ней и всеми ее людьми. Ты подставляешь себя. Они тебя убьют. Бабушка, уверяю, этого не случится. Этот человек хотел убить тебя. Что ты ему сделал? Бабушка, я знаю, это трудно, но постарайся забыть случившееся. Уверяю, этот человек больше не побеспокоит тебя и маму. А ты? Ты продолжишь так рисковать? Я должен. У меня нет другого выхода, если хочу добиться своей цели. Кто-то должен совершить правосудие. Большое спасибо. Вы знаете эту песню? Пойте с нами. Вместе. Брат, эти ребята крутые. Да, профессионалы. Когда они заявят о себе, станут лучшими. Группа Хаос. Вернись. Если пойдет в том же духе, я заработаю гораздо больше, чем рассчитывал. Кучу денег наличными. Мама, ты думаешь, с Марианной случилось что-то плохое? Не будем думать о плохом, дорогой. Надо верить. Бог нам поможет. Доктор, как Марианна? Она в порядке? Понимаю, вы переживаете, но давайте успокоимся. Девочке очень нужна поддержка родных. Что вы хотите сказать, доктор? Случилось что-то плохое? Девушка вне опасности, у нее нет переломов и серьезных ушибов. Но, к несчастью, из-за падения у нее началось внутреннее кровотечение. Мне жаль, она потеряла ребенка. Девушка в Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас ей делают выскабливание, но не беспокойтесь, с ней все будет хорошо Медсестра скажет, когда вы сможете к ней зайти, ей очень жаль, извините Мама, что случилось с Марианой, что с ней? Успокойся, дорогой, не переживай, с ней все будет хорошо Мария Далалуз, как Марианна, что случилось, что с моей дочерью Мерседес? Успокойся, послушай меня, успокойся, как? Мы же говорим о моей дочери, что с ней, что случилось? Марианна в порядке, она вне опасности, сейчас с ней врачи Где она? Я хочу ее увидеть Стой, Мерседес, пожалуйста, дай мне закончить У нее было внутреннее кровотечение Она потеряла ребенка Что не может быть, моя дочь? Я хочу ее увидеть Мерседес, стой, подожди, не входи так Мария Далалуз, дорогая, что с Мерседес? Почему она в таком состоянии? Что тебе сказал врач? Мария, она потеряла ребенка Дорогая Останьтесь с Себастьяном, я пойду к ним Да-да В другой раз, держи меня в курсе, Маркес Спасибо Что случилось, Маскира? Типов нашли, полиция приехала, но они начали перестрелку и сбежали Не может быть Не все потеряно, новости не только плохие В перестрелке один из них был смертельно ранен Маркес его допросил И что он сказал? Что мы и подозревали Вы были правы, инженер Не знаю, что сказать, Мария, она не знаю, дорогая Я бы жизнь отдала, чтобы избавить тебя от этой боли, милая Дорогая Я так сожалею Я сама виновата Я не должна была идти на концерт Я знала, что там будет толпа А в запале люди толкаются и кричат Ну разве я могла подумать, что что-то случится? Дорогая, не вини себя Я просто хотела его увидеть, поговорить с Федерико Я во всем виновата Нет, дорогая, не вини себя Марияна, ты не виновата Дочка, что ты там делала? Ты же рассталась, Федерико Что ты там делала, Марияна? Федерико, мне жаль Крошка не пришла Но такова жизнь Или любовь, или успех Но никогда и то, и другое Ребята, поздравляю С этого дня Хаос Имя успеха национального рока Ребята Концерт имел полный успех Не было никаких проблем А вы видели, сколько пришло красивых девочек? Мы были на высоте Это значит грандиозный триумф А одно плохо Перед концертом одна девочка упала с лестницы Ее увезла скорая Ничего себе Спокойно, ребята У меня гениальная мысль Как поддержать имидж группы Возьмем букет цветов Открытку и диск И поедем все в больницу Прекрасно Ты записал имя девочки? Нет Только знаю, что ее везли в эту больницу Дай-ка Вот Вызовем журналистов И поедем туда Заголовок будет таким Группа Хаос никогда не бросает своих фанаток Отлично Хаос повсюду Хаос вперед Да Идем Идем Послушай, дорогая Мариана Это несчастный случай Нет, мама Мы должны это принять И жить дальше Нет, мама Я виновата Я не хотела, чтобы из-за Камилы Аливареса У моего ребенка Не было папы Мне казалось, это несправедливо В отношении Федерико А он хотел этого ребенка Как я, мама Хотя даже не знал, что он существует Поэтому я пошла к нему Чтобы рассказать ему правду Ну, Мариана, дочка Ну, все, пошли наперекосяк, мама Как я теперь скажу Федерико, мама? Как смотреть ему в глаза? Как рассказать, что случилось? Милая Сеньора, чего вы хотите? Простите, сеньора Добрый день Добрый день Мы из полиции Мы хотим поговорить с инженером Эстебаном Аливаресом Это я? Чем я могу помочь? Сеньора Аливарес У нас ордер на ваш арест Сынок, что происходит? Успокойся, бабушка Объясните, куда вы меня забираете И почему? Это в связи с расследованием Нападения на праздники нефти 21 века Концерна Диас Антонио Вы должны пройти с нами Кого вы спрашиваете? Федерико Это акт поддержки хаоса Мы узнали, что наша фанатка упала с лестницы перед концертом Раз она не смогла услышать нас, мы принесли ей промо-диск Это значит, вы артисты, что беспокоятся о публике Кого вы спрашиваете, сеньорита Лауру Конечно, нам очень важны наши фанаты Поэтому мы, хаос, пришли поддержать нашу подругу Чтобы она побыстрее поправилась и смогла быть с нами в нашем турне Хаос солидарен Ты это видишь? Что здесь делают эти кретины? Мерседес, успокойся Федерико Пропустите Какой ты мерзавец Как ты поспел превратить спектакль, в случившийся с моей дочерью? Что? Мариана? Но как? Не может быть, Мариана Лучше не сопротивляйтесь и сотрудничайте, инженер Это какая-то ошибка, мой внук не преступник Идите на улицу, там полно настоящих преступников Он ничего не сделал Извините, сеньора, но это покажет расследование Сейчас сеньор должен дать показания по поводу нападения на праздники нефти 21 века Нет, если они хотят меня арестовать, значит, есть улика или кто-то сделал заявление У меня есть право знать, кто хочет меня подставить Я не имею отношения к случившемуся на празднике, я не виновен и докажу это Действительно, против вас дали показания, но больше я не могу ничего сказать Прошу, инженер, поймите, мы просто выполняем свою работу Хорошо, но кто-то хочет подставить моего внука, это же ясно Не переживай, я пойду с этими сеньорами Скоро я вернусь Я не сделал ничего незаконного Идем Эстеба Федерико, забери свой хаос и убирайся отсюда, из жизни моей дочери навсегда Мерседес, успокойся Кто это сеньора, кричащая, как сумасшедшая? Мама девушки Федерико, успокойся, потому что эту крошку увезли на скорой Сеньора, простите, мы не знали, что эта девушка ваша дочь? Ты не знал? Никто из вас не знал, что это Мариана, да? Кем ты меня считаешь? Дурой? Я не поверю в эту чушь Мерседес, думай, что хочешь, но мы правда ничего не знали Я хочу увидеть Мариану Ты никуда не пойдешь Мерседес, успокойся Пусть все знают, это он виноват в том, что случилось с Марианой Вы с матерью, наверное, очень счастливы Мариана потеряла ребенка Что? Что, Мариана? Сделано, полиция задержала Эстебана Аливарса Наконец-то он попался Хотел бы я увидеть его лицо сейчас Я так и думал, что это вас очень обрадует Вы не знаете, что он за человек Это можно понять хотя бы потому, что он объединился с Камилой Аливарес Я уже давно говорил в Кристополе, что нужно атаковать Эстебана, но он не хотел меня слушать Нужно спросить синьора Диас Антони, почему он защищает инженера Аливареса Думаю, это сентиментальность Он давно его знает и хотел ему верить, но улики докажут ему обратное Если дело дадут ход, Эстебана Аливареса будут судить Мы должны убедиться, что Эстебан Аливарес сядет в тюрьму Что ты говоришь, Элехандро? Что с Эстебаном? Эстебан в тюрьме? Ты спятил, Луис Альфредо? Мне подтвердили, полиция забрала его из дома Ты снова облажался Нападение на концерн, дело в этом Но все было сделано профессионально Все прошло идеально, Камила Да, так идеально, что этим занялась полиция У Эстебан Альфредо в любой момент они придут, и я тоже окажусь в тюрьме Так и будет, да? Нет, Камила, они не выйдут на тебя Почему ты так уверен? Я с ними говорила, они были в моем офисе Да, но когда я их нанял, сказал, что работу им дает Эстебан Аливарес Как тебе? Как ты мог, тварь? Я не могу успокоиться Как? Мне хочется схватить Федерико и его кошмарную мать и убить их Хочешь ты или нет, тебе придется успокоиться Таким поведением ты ничего не добьешься и не поможешь, Мариане Ты нужна ей сейчас, спокойная Не могу, Мария Делалуз Скажи, как? Как не справиться со злостью, бессилием, желанием убить эту женщину за то, что она сделала с моей дочерью? Я не могу убить эту женщину за то, что она сделала с моей дочерью Мерседес, я тебя не понимаю Я не могу, Мария Делалуз Мариана уже радовалась ребенку Я ее предупреждала, что она в опасности Не выдумывай, Мерседес Мариана упала Там было много людей Будто мы не знаем, что прихвостник твари Камила Аливарес повсюду Мерседес, я видела, как она потеряла равновесие Равновесие, Мариана тоже это признала Думать, что было по-другому, нет оснований Окей, прекрасно Это несчастный случай Я не знаю, что случилось, но знаю, что будет теперь Мариана больше никогда не должна видеться с Федерико Мариана, смотри, пришел Федерико Флора, оставь меня наедине с Федерико Нет, нет, подожди, наедине нет Ты знаешь, твоя мама рассердится Я не хочу, чтобы она набросилась на меня Синира Мерседес знает Идите, она в коридоре Да, Флора, Мариана и Федерико, жених и невеста Ладно, хорошо, смотри у меня Я знаю, что случилось Почему ты мне не сказала Федер, я не хочу говорить об этом Я потом тебе все объясню Мне нужно, чтобы ты обнял меня Нет, Мариана Ты обманула меня И я хочу знать, почему А точнее, хочу проверить то, что уже знаю О чем ты? Ребенка ты ждала от Кристиана Поэтому ты обманула меня И не хотела выходить за меня Нужно вытащить Эстебана из тюрьмы Любой ценой Будет непросто, Камила Ты не сказал мне ничего нового Ты отлично выполнил работу Чуть не уничтожил нас всех Нужно подумать, что делать Думай, Камила, думай Знаю, я знаю, что делать Не остается ничего нового Как обратиться к Педруччо Моему любимому министру Пусть вытащит Эстебана Он без сомнения поможет тебе, Камила Но не знаю, что делать со второй проблемой Те типы видели меня Знают, кто я Если они запоют Не посмеют, уверяю Всякий раз, когда ты так говоришь Возникают проблемы Не все становится проблемой С девочкой покончено Да? Что случилось с Марианой? Хорошие новости, порадуй меня Как ты и хотела У девочки случился выкидыш Педра, как ты можешь говорить такое В такой момент? Это правда? Нет, ты не можешь верить в это Я ни во что не верю, Мариана Не прикидывайся, я знаю, что ребенка Ты ждешь от того придурка Поэтому ты была так расстроена Соврала мне, что не беременна И отказала, когда я предложил пожениться Федерико, ты не понимаешь Что только что случилось Не понимаешь, что мне нужно одно Чтобы ты обнял меня Как ты можешь так говорить Так со мной обращаться Мне плевать, чего ты сейчас хочешь И вообще абсур Что ты чего-то от меня хочешь Почему не позвала своего красавчика? Пусть утешит тебя Не понимаешь, как мне сейчас больно, Мариана? Ты врунья Шлюха Ты Тогда уходи Если только это ты можешь мне сказать Уходи, Федерико Вдруг придет крестьян, так называемый Папа, ребенка, что я потеряла С радостью, предательница Вы напрасно теряете время, инспектор Я не виновен Вы здесь не просто так, инженер Так скажите, почему меня задержали? Вы нашли укрытие напавших на концерн Диас Антони Хорошо, я рад, что полиция действует Это значит, дело закрыто Скажем, почти Несчастье, они сбежали Но один из них был смертельно ранен Перед смертью он признался, что ему приказали не трогать одного человека Того, кто нанял их Отлично, и при чем тут я? Этот человек, увы, инженер Оливарес Невероятно, ты думаешь, что Эстебан не виновен? Да, Лехандро В тот день Эстебан подошел к папе и сказал, что не имеет отношения к саботажу Папа поверил ему, и я тоже Чем вас опоил этот тип? Вы же глупите, ничего не видите Почему вы думаете, что он святой? Постой, я никогда не говорила, что он святой Я не думаю, что он святой, но я знаю Эстебана, любимый Я жила с ним Я не верю, что он может кому-то навредить А у типов, что ворвались на наш праздник, был приказ нанести максимальный вред Эстебан снюхался с Камилой Оливарес Уже давно он попал под умное влияние этой женщины Может, это случилось гораздо раньше, а ты и не заметила? Нет, я знаю его, Оливарес Я не знаю, почему он с Камилой Знаю, он очень обижен на тебя, меня и папу Но становиться из-за этого убийцей Слушаю тебя, не могу поверить Ты говоришь, что любишь меня, повторяешь это Но на самом деле ты все еще любишь Эстебана Оливареса Алехандро, ты не выносил Вечно ты сомневаешься в моих чувствах Я люблю тебя И доказал это всеми возможными способами Но твоя проблема не в этом, любимый Просто ты всегда считал себя хуже Эстебана Из-за комплекса неполноценности ты позволишь Посадить Эстебана в тюрьму Но ты ошибаешься Со мной и с Эстебаном Точно, Марианна, в порядке? Вы не говорите так, чтобы меня не расстраивать? Конечно нет, синьора Я же сказала, опасность миновала Если хотите, можете забрать ее Но я бы рекомендовал провести ей ночь здесь Лучше так, доктор Не хочу рисковать здоровью Марианны Уже довольна Потеря ребенка, это печально Но Марианна очень молода А у нее еще будут дети Извините Спасибо Спасибо, слава Богу, что нет осложнений Это какой-то кошмар, дурной сон Кошмар Марианны стал явью Мерседес, я бы посоветовала пойти к ней И не оставлять одну Что случилось? Приходил Федерико, похоже, они поругались Не могу поверить, боже мой, сколько можно Марианна, спасибо за все, что ты сделала для Марианны Что ты такое говоришь, Мерседес? Выше нос Если что, звони Спасибо, Марианна Пока, дорогой Пока Пока, Флора Идем, дорогой Диего Какой сюрприз Как ты узнал, что я здесь? Сейчас это не важно Кое-что случилось, я сам решил тебе сказать То, что один из бандитов назвал меня Не повод запирать меня в участки Вы это знаете, инспектор Поймите, инженер, наш долг проверять все зацепки Прекрасно Я уже сказал, что не имею отношения к этим людям И уж тем более я не хотел навредить Крестоба Людиас Антони Да, мы соперники в нефтяном бизнесе Но вести себя как гангстер, это же бред Можно, инспектор? Так что, инспектор? Я уже все вам сказал, больше мне здесь нечего делать Извините, инженер, но вам придется остаться Почему? Что это такое? Мы поймали еще одного из напавших на концерт Диас Антони Он подтвердил, что это вы наняли их, чтобы они устроили нападение на праздники концерна Вы, Эстебан Оливарес Перевод Вики Девина при финансовой поддержке Ланчик 74 Озвучка Мария Моя ненаглядная девочка Конец 105 серии Субтитры создавал DimaTorzok